Сразу скажу, что я изначально не хотел делать обзор на эту игру. Помните видео про самую быструю игру в стиме и того чувака, которого я вставлял в видео? Так вот, я снова просматривал его тикток, и в одном из видео он рассказал про бесплатные игры, которые достойны внимания. И как раз таки игра под названием Grimmens Hollow была в этом видео. Изначально я хотел сделать летсплей на эту игру, но по некоторым причинам я понял, что лучше я ее снимать не буду. Но игра мне настолько понравилась, что я все же решил не оставлять ее без внимания, и я подумал, а что мне тогда снять? Ответ пришел сразу же. Обзор. Это мой первый обзор на игру, поэтому если в нем будут какие-то ошибки, критика приветствуется, комментарии открыты. Итак, давайте я начну с простого, а именно с начала истории этой игры. Игра создана разработчиком Host Hunter, и вышла она в стиме 31 октября 2019 года. И знаете, как это круто и гениально выпускать подобную игру во время Хэллоуина? Игра довольно-таки короткая, и ее можно пройти меньше, чем за час-полтора. Огромным плюсом можно считать то, что эта игра запустится даже на слабом компьютере, поэтому если вы хотите в нее поиграть, то можете не переживать, что она будет лагать. Может потому что она пиксельная? Я не знаю. Во время прохождения этой игры могут встречаться похожие действия, которые есть практически в любой игре. Покупка еды, сражения с врагами, диалоги с различными персонажами, прокачка главного героя под названием Дух Лаванды и так далее. Есть два уровня сложности, обычная и легкая. Сложность никак не влияет на историю, поэтому я выбрал легкую сложность, но если вы любите равные битвы, то выбирайте обычную. Мне же больше хотелось узнать саму историю. В этой игре есть четыре концовки, о которых я расскажу чуть позже. Кошка, хватит драть диван. Но единственное, что меня заинтересовало в этой игре, так это то, что она похожа на одну очень популярную игру. Просто взгляните на этот бой, и я уверен, что вы уже догадались, на какую игру она похожа. Правильно. Undertale. В принципе, эту игру можно назвать Undertale на минималках, потому что даже в отзывах люди пишут, что она очень похожа на эту игру. И так, вот мы и добрались к самому интересному, это к сюжету. Главный герой по имени Лаванда просыпается в окружении жнецов, которые информируют ее о том, что давненько у них не было новеньких. После небольшого диалога врывается существо, разозлившееся из-за того, что жнецы взяли у него шарики. Существо по имени Гримм. Гримм разгоняет всех жнецов, и он остается с Лавандой поговорить вдвоем. Он коротко и ясно информирует ее, что она... Умерла. Место, в которое она попала, называется Гриммовая Патья, или Гриммовая, это уже... Это я уже слабак. Духи, как она, помогают отправлять людей, чей дух слишком силен, из-за чего они сходят с ума и не хотят уходить. Проще говоря, призраков. Духи это делают для того, чтобы стать сильнее. Что, блин? Гримм решает не забивать ее голову огромным количеством информации, поэтому он оставляет ее в комнате передохнуть, сказав, что на столе лежит чистая роба, а местный пекарь отправил ей пончики и печеньки абсолютно бесплатно. Блин, хочу халявные печеньки. Лаванда спрашивает Гримма, не видел ли он ее брата по имени Тимми, но тот не знает никаких Тимми. Лаванда надевает робу и идет к выходу, но, к несчастью, он закрыт. Сразу же появляется некий призрак, который видел Тимми в пещере, где жнецы пожинают. Призрак открывает Лаванде дверь, и она начинает свое путешествие. Во время прогулки мы можем встретить таких интересных персонажей, как жнеца, который просто хочет выглянуть в окно. Жнеца, который заботится о своем партнере. Одинокого жнеца, который со своим другом Шариком едет выпечку, но Шарик улетает, из-за чего одинокому жнецу становится грустно. Жнеца, который пытается съесть свой пончик. Двух жнецов, один из них интересуется, почему они едят столько сладкого, а они не толстеют. А второй говорит, что после смерти нет никаких углеводов, и чтобы он молча ел свой торт, при этом играя в гляделки с пончиком. Один пытается съесть свой пончик, другой пытается играть в гляделки, что это вообще происходит? Жнеца, который учит нас сражаться. А что насчет боев? Много говорить о них не буду. Скажу только то, что все битвы здесь похожи на битвы из Андертейла, а на атаки врагов я не обращал никакого внимания. Но все же здесь нужно немножко подумать, чтобы одолеть некоторых врагов. Жнеца, который информирует нас о призрачных стенах, в которых мы можем найти уснувших жнецов или духовную энергию. Жнеца, который просит нас найти его друга. Этого самого друга жнеца, который не хочет идти в школу, ну или просто потерялся. Выходя из гостиницы, мы встречаем пекаря и узнаем, что он тоже не знает про Тимми. У него недостаточно духовной энергии, чтобы уйти. Если у жнеца хватает духовной энергии, то он может вернуться в реальную жизнь. Пекару не нравится заниматься жатвой, ему больше по душе печь лакомства, которые жнецы с удовольствием едят. Повторюсь, у лаванды это называется дух лаванды, а духовную энергию можно получить во время битвы и прокачивать свои навыки. Даже в этом месте нужна пекарня, ведь жатва бывает сложной и утомительной, а еда, которую печет пекарь, восстанавливает силу воли, то есть здоровье лаванды. Взамен же пекарь просит жнецов духовную энергию, чтобы уйти. Главной задачей грима является сделать так, чтобы духи смогли уйти. Когда мы доходим до места, где слышим голос Тимми, появляется тот самый призрак, который нам помог в самом начале. Он недоволен тем, что по пути сюда мы скосили десяток таких же призраков, как и он, поэтому он хочет нам отомстить. Но, как вы понимаете, ему это не удается, и мы благополучно добираемся до Тимми. Лаванда в шоке от того, что видит его в виде призрака. Она бежит к нему, обнимает и говорит ему сидеть у нее в кармане, чтобы защитить его. Вернувшись обратно, появляется грим, который интересуется, где мы были. Лаванда, конечно же, врет ему, якобы она была на прогулке размять ноги. Грим приглашает ее на чай в свой дом, который находится справа от гостиницы. От грима мы узнаем следующую информацию. Призрак или жнец не может когда-нибудь ожить, если у него нет души. Когда люди умирают, то их души распадаются, потому что они им больше не нужны, что логично. И все, что остается, это дух, что делает человека либо призраком, либо жнецом. В нашем случае, лаванда стала жнецом, а Тимми – призраком. Бывают создания, которые попадают в это место с целыми душами. Когда происходит такое событие, то грим отправляет их обратно к жизни. Грим разозлился из-за шариков, потому что он первый хотел устроить вечеринку. Но разве он не чудо? Грим не бог. Он может лишь телепортироваться на определенное расстояние, а также он очень хорошо умеет косить призраков, но он этого не особо хочет. Грим не видит того, что происходит на земле, поэтому он не может сказать ей, как она умерла. Грим никогда не видел жизни после смерти. Он не может дать точный ответ на то, что произойдет с лавандой, когда она уйдет. Он может лишь догадываться. Спустя время, грим слышит пекаря, который грядется в его кладовую за мукой. Грим предлагает пекарю научить лаванду жертвее, и он соглашается, даже несмотря на то, что он не любит косить призраков. Когда лаванда вышла из дома грима, Тимми вспоминает, что у него была душа. Когда он ночнулся в пещеру, он выглядел как человек, но он был зеленым и светящимся. Затем остальные призраки вошли в пещеру, и Тимми дал дерн, но после чего потерял сознание. А когда он проснулся, то он стал призраком, а душа пропала. Возможно, один из призраков душу украл. Лаванда дает обещание, что она найдет этого призрака и вернет душу брату. Далее пекарь присоединяется к лаванде. Лаванда показывает, что она уже умеет сражаться с призраками, поэтому помощи от пекаря можно и не ждать. Мы доходим до хорошего места для отдыха, по словам пекаря, и мы отдыхаем. Лаванда просит пекаря показать свое лицо. Тот отказывается, но все же он снимает маску. И под маской оказывается... хлеб. Да, целая куча хлеба. Пекарь вспоминает об этом и убирает хлеб, но вместо лица почему-то черная дыра. А теперь немного жуткая правда. Чем дольше люди остаются в паде в виде жнецов, тем сильнее их лица искажаются, пока они не начнут терять их части. Всегда первыми пропадают глаза. Пекарь просит лаванду взглянуть в воду. Отражение лаванды без глаз. Узнается, что Гримм создает эти маски, чтобы скрыть уродливые лица жнецов. Никому не нравится ощущать себя не человеком. Они добираются до нужного им места и находят призрака с той самой душой Тимми. Лаванда его убивает, получая душу обратно, но получает смачный удар от пекаря. Какое предательство. Лаванда просыпается от жнеца, который ее находит. Лаванда просит его передать сообщение Гримму и бежит вслед за пекарем, узнавая его путь от других жнецов. Добравшись до места, где куча призраков направляются в одну сторону, Тимми предлагает лаванде отдохнуть и подождать, пока все призраки уйдут. Лаванда делится воспоминаниями с Тимми про ее родителей. Когда Тимми был еще маленьким, родители часто ругались за денег, а потом отец смертельно заболел и погиб. Мамы часто не было дома, поэтому Лаванда училась делать дела по дому самостоятельно. Когда она все сделала, то шла играть с братом. Со временем мама начала появляться дома и все стало намного лучше. Лаванда добирается до нужного места, а через время появляется пекарь. Он пытался ее обмануть, но зеленое свечение дало о себе знать. Узнается, что пекарь думал, что она хотела забрать душу себе после убийства призрака, поэтому он ее вырубил. После неудачной попытки убить Лаванду, начинается битва, которая решит судьбу сестры и брата. В этой игре есть 4 концовки. Огромным плюсом можно считать то, что чтобы получить секретную концовку, нужно залезть на стену, достать невидимого жнеца, поговорить с мусоркой и так далее. Нет. Здесь концовки можно получить буквально за одно прохождение. Самое главное это дух Лаванды и битва с финальным боссом. Чтобы получить первые две концовки, нужен не полный дух Лаванды, то есть не все прокачанные навыки. И поражение или победа над боссом. А чтобы получить последние две концовки, нужен полный дух Лаванды, ну и поражение или победа над боссом. Если вы собираетесь получить эти концовки, то рекомендую прокачать дух Лаванды, кроме последней ячейки. А потом уже после получения двух концов, зайти в сохранение, улучшить последнюю ячейку и получить оставшиеся две концовки. Грим. Для ее получения нужен не полный дух Лаванды и поражение над боссом. Пекарь уходит, а через какое-то время приходит Грим и узнает о Тиме. Когда Гримм объясняет Лаванде о необходимости убивать призраков, Тимми превращается в того самого жуткого призрака, которого нужно немедленно истребить. Лаванда всячески пытается его защитить, даже начинает битву с Гриммом, но все бессмысленно, и Гримм убивает Тимми. Лаванда пытается выйти отсюда, но из-за слабого духа у нее это не получается. Из-за этого Лаванда косит всех призраков, которые встают у нее на пути, и она не успокаивается. Могила. Для ее получения нужен полный дух Лаванды и поражение над боссом. Действия как в первой концовке, вот только Лаванда выбирается из этого места. Она встречает своего брата, но потом узнается, что они оба погибли. Лаванда. Для ее получения нужен неполный дух Лаванды и победа над боссом. Лаванда отдает душу брату, и он уходит, а Лаванда осталась в этом мире, где Гримм всячески пытается ее подподрить, например, сшив свитер с изображениями ее брата. Ну и последняя, четвертая концовка. Тимми. Для ее получения нужен полный дух Лаванды и победа над боссом, а вот эту концовку я все еще не могу понять. Лаванда и Тимми оба уходят из этого места. Тимми рассказывает, как ему плохо без Лаванды, хотя она все еще жива, только она находится в другом месте или что? Эту концовку я вообще не понял. Поэтому давайте просто считать, что это лучшая концовка. Я не буду долго зацикливаться на выводе, просто скажу на своем опыте. Если вы хотите поиграть вечерком в какую-нибудь простенькую и интересную игру, то Гриммс Холлоу это то, что вам нужно. Ну что ж, это видео подходит к концу. Всем огромное спасибо за просмотр этого обзора. Я рад, что я все-таки смог его наконец закончить. Я надеюсь, вы оцените мои труды лайком и подпиской. А на этом все. Всем пока. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok